В Москве готовится парковочное уплотнение. Работающий под эгидой Росстандарта, проектно-технический комитет «Удобная дорога» предложил уменьшить минимальные габариты парковочных мест. Нынешние размеры были прописаны 7 лет назад в строительных нормах и правилах, и для большинства легковушек избыточны. Поэтому стандартные габариты машин и мест предложено привязать к типу стоянки. Если автомобили ставят вдоль улицы, то ширина ячейки сократится на полметра, до двух метров ровно. А если парковочные места размечены елочкой под углом к дороге, то при неизменной ширине длину предлагают сократить до 5 метров. Предложение оформлено в виде предварительного национального стандарта. В отличие от ГОСТов, такие документы устанавливают необязательные, но возможные рамки. Поэтому в случае одобрения идеи эксперимент по уплотнению стоянок в Москве запустят уже осенью. По замыслу водителя получат новые места, а город — деньги за платную парковку. Выдержав паузу после модернизации стандартного Q7, компания Audi раскрыла и внешность заряженной модификации SQ7. Изменились бамперы и радиаторная решетка с вертикальными прутьями. Задние фонари соединены хромированной планкой. В салоне теперь три экрана. Это 12-дюймовый дисплей комбинации приборов, 10-дюймовый экран медиасистемы и отдельный сенсорный дисплей для управления климатом и другими функциями. В технике изменений нет. 4-литровый дизель с комбинированным надувом, 8-ступенчатый автомат и постоянный полный привод остались без изменений. Обновленный кроссовер выйдет на европейский рынок в конце сентября, а в следующем году поступит и в Россию.